Этим утром в Москве продолжился снос незаконных торговых точек, которые буквально облепили входы в столичную подземку. Они были возведены с нарушениями. Последние несколько лет не только мешали жителям, но и были просто опасными, так как несли угрозу инженерным коммуникациям. Эти кадры сняты сегодня у метро Сухаревская. Рядом Садовое кольцо. Теперь там будет намного просторнее. А вид не будут портить разномастные ларьки и забегаловки. Ранее в ночное время демонтировали еще несколько десятков объектов. Затем, как это происходило, наблюдал Георгий Алисашвили. Демонтировать пришлось принудительно. Почти никто из собственников сооружений, которые московская мэрия признала опасными, не стал разбирать свои постройки. И уже через час после истечения отведенного на это времени в дело вступили экскаваторы, краны и тракторы. 700 единиц техники работают в столице всю ночь. Сносу подлежат десятки объектов. В основном это заведения общепита и небольшие торговые точки в людных местах Москвы. О предстоящем сносе мэрия объявляла заранее, но лишь несколько владельцев согласились с претензиями властей и решили сами демонтировать или перестроить проблемные здания. Остальные собственники и арендаторы помещений словно не верили в то, что постройки снесут. Торговля здесь велась до последнего. И свое имущество предприниматели выносили уже из обесточенных помещений. Буквально за минуты до начала работы спецтехники. Дайте забрать товар-то. Ну 30 пунктов отсчитайте и мы заберем. Парадоксально, но почти все постройки оформлены как частная собственность. При том, что проверки показали, разрешение на строительство именно торговых объектов почти ни у кого из хозяев этих заведений не было. И понятно почему. Большинство из них возведены вопреки элементарным требованиям безопасности. Классический пример, когда объект самовольного строительства расположен непосредственно над выходом из метрополитена. В 1998 году он был построен и введен непосредственно к объекту некапитальной временной. Со сроком действия на 5 лет. После этого объект оброс правами собственности. Сегодня объект демонтируется в силу того, что он является некапитальным и может угрожать жизнью и здоровью граждан. Торговцы даже пытались забаррикадироваться внутри опустевших павильонов. Оттуда их выводили полицейские. Уважаемые граждане, прошу всех покинуть за ограждение. Пришли к нам со сносом, при том, что у нас при возведении объекта, это надо обязательно сказать, вся разрешительная документация подписана всеми, вот ИРД, всеми должностными лицами города подписана в 2003 году до 2030 года. Отдельный вопрос, как и на каких условиях в конце 90-х, начале 2000-х эти бизнесмены получили дорогую землю в долгосрочную аренду под крошечные ларьки. И почему прежняя московская администрация закрывала глаза на десятки нарушений, с которыми велось строительство торговых павильонов. Токсичные и пожароопасные стройматериалы, несоблюдение правил строительства, а это риск обрушения. Создание помех на пути пешеходов, из-за чего люди вынуждены выходить на проезжую часть. Но самое главное, постройки возводились и разрастались в непозволительной близости от метро. Пушкинская, Кропоткинская, Арбатская, Сухаревская, Чистые пруды, Таганская, Сокол, Динамо, Аэропорт, Авиамоторная. Всего предполагается снести больше 100 объектов. В первую очередь эти объекты создавались с нарушением строительных норм и правил. Они создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции метрополитена. Во вторую очередь они создают препятствия для доступа к инженерным сетям. Под многими из этих построек трубы теплосетей и газопроводы. Случись что, оперативного доступа к месту прорыва у аварийных служб не будет. Если речь идет об утечке газа, где счет всегда на минуты, это прямая угроза жизни. Неоднократно предприятиям выписывались всевозможные предписания о том, что застроенность этого газопровода должна быть ликвидирована. Кроме того, все эти предписания регулярно направлялись в правоохранительные органы. Сегодня меры приняты. Собственники снесенных построек настаивают на компенсации. Этот вопрос пока остается открытым. Демонтаж городские власти обещают закончить в ближайшее время. И сразу же начнется благоустройство, очищенное от самостроя территории. Главная цель – восстановление архитектурного облика столицы, где уже не будет павильонов с пестрыми витринами и наспех сколоченных ларьков.